Краминский Антон Александрович, Крама, замкомандира снайперской группы. С конца 2014 года в Марьинке, да, я был там. Я тогда еще не был снайпером. Я снайпером стал, ну как снайпером, стрелком стал где-то в году 19-м. В Марьинке я был в 17-м году крайний раз. Я вам могу сказать так, если мы сидим, общаемся, можно нам все приписать, там какие-то свастики у кого-то, что-то есть. А воинский этикет у нас есть, и мы никогда в гражданских детей ни в кого не стреляли. Мы военные. Наша задача защищать свою родину. По мне стреляли, я стрелял. Все. Гражданских в жизни никого. И даже с моего подразделения я могу... Я всегда требовал, чтобы всегда идентифицировали личность. Это у нас военный этикет такой. Мы не преступники, чтобы убивать гражданских людей. Это, ну, с какого подразделения? Я же с бронесилой за все. Я не могу вам сказать. Я вам говорю за свое подразделение и в целом за АЗУ. У нас воинский этикет есть. И мы никогда в жизни этим не занимались. Если вы это видео выставите, знаете, я никогда не занимался. И наше подразделение тоже. Ну, я же, ну, как бы... Везде есть, знаете, люди. Но я не могу сказать. Потому что я этого не знаю и не видел. Не могу. Потому что у нас отчет не ввелся. У нас за это... Ну, никто никому не рассказывал. Даже внутри своего подразделения у нас об этом разговоров не шло. Были такие требования, но были такие обстоятельства, что этого невозможно было делать. И, в принципе, всегда невозможно этого сделать. Потому как... Ну, вы же понимаете, чтобы подтвердить, как сказать, что просто я убил. Это же не подтверждение. Это просто может быть вранье. Заставляли, говорили делать их, точнее так. Ну, в таких случаях мы военные, мы понимали всю серьезную ситуацию. Никто не делал этих видеоотчетов. 120 тысяч гривен. Ну, во-первых, позицией занимались там, где было указано район сосредоточения. А во-вторых, ну, все старались контролировать, чтобы не было гражданских. Погибают гражданские не от стрелкового боя. То, что я видел. А от обстрелов, артиллерии, массированных арт-налетов и самолетов. Я вас не буду переубеждать. У вас своя правда. Я вам говорю глазами то, что я видел. Ну, это можно говорить. А у нас знакомые люди с Мариуполем, наоборот, говорили. У меня таких нет убеждений. Я не нацист, а я военный. Свастик и такого нет. Руны и викинг. И казак набит. Я вам скажу так. Вот вы сейчас это говорите. Это пошел культ 14-го года. Сейчас полк с... Ну, я же с 14-го года. Полк с половины 15-го, с конца 15-го года уже этих людей, в принципе, и нету в полку, которые там были со свастиками. Ну, это неправда. У меня с подразделения ни одного человека нету свастики. С нашей группы разведки специального назначения. Ни одной свастики нет. Мы не проповедуем фашистскую идеологию. Это первое. А второе, я язычник. Причем фашизм... Меня же против воли покрестили. Я же, когда меня крестили, я не мог сказать, что я не хочу креститься. Мне близко природа к моему мировоззрению. Я верю в солнце, верю в ветер, верю в какие заповеди. Я не знаю, про какие вы 10 заповедей говорите, но я вам говорю, мне ближе природа. Я верю в природу. Я же тоже с востока. И уже я не так мысляю. И много знакомых у меня не так мыслят, как вы вот говорите. Если люди хотели присоединение к России, можно было собрать вещи и поехать в Россию. Но это национальный герой нашей страны. Если бы он сотрудничал с немцами, Гитлер бы его не посадил в тюрьму. Но он бы не сидел в тюрьме. Поэтому, если бы он сотрудничал с немцами. Потому что это национальный герой. Если бы он был не с западной Украины, а с восточной Украины, вы бы уже по-другому говорили. Сейчас пытаетесь обидеть, но у вас ничего не получится. Я же вам говорю, я знаю хорошо историю Украины. И знаю, как оно все было. Поэтому это ваше мнение. И я вам могу точно так же на встречу сказать, что вы не знаете историю Украины. За что? Нет. ДНР вообще. Я не в ДНР. Территория Российской Федерации. Нет, я не признаю. Я говорю, что вот эта территория, в сегодняшний момент, это территория Российской Федерации. Никим не признаны. Вообще не было наебников в Азове. Это же не наемники, это добровольцы, просто которые приехали, возможно. Хотя я таких, ну не знаю. А наемник, это тот человек, который получает деньги, правильно? Обстреливать мы не могли. Чисто теоретически и практически, потому что не было уже снарядов. Это все глупость, это вранье все. Вы же знаете, вот вы в глубине души знаете, что это все... Я понимаю, что вам поставлена задача записать видео красивое. Это военный, я знаю. Я знаю воинский этикет, полка Азов. Я знаю. Есть в любом подразделении. Я могу сейчас привести подразделения с России, у которых есть свастики. Вам могу сказать сейчас человек, который лежит в больнице в Москве со свастикой. И только вы говорите о каких-то наших свастиках. У меня руны и викинг. Все. Сажаются викинги. Я прочитал историю. Мне интересно, как они сражались за свои земли. И вообще, в принципе, сражались. Это вам так хочется говорить. Казак Харьков. Конечно. Я знаю, как у вас... Я следил за новостями с российских пабликов. И я понимаю, насколько это все... Вы говорили уже давно, что Мариуполь взяли. Но Мариуполь был не взят еще. Ну, это все пропаганда. Я понимаю. Вы можете не показывать. Я вам верю. По каким законам ваш... Я не знаю, по каким законам я буду сидеть. Если суд примет решение, тогда мы будем уже говорили. А на меня не за что садить. Я военно пленный. Я не преступник. Я военный. Точно так же военные Российской Федерации находятся у нас в плену. И их никто не пугает этим, что их пожизненно там посадят. Если бы это было можно, если бы не только был этот разговор, я бы вам попросил привезти человека с Российской Федерации, который был у нас в плену. И вы бы все от него услышали. Я думаю, он бы не постеснялся и сказал бы. Я вам могу про девочку рассказать. Послушай, я разговариваю с человеком. Я с вами не разговариваю. Я вам говорю, мы сейчас начали разговаривать за военнопленных. И уж поверьте мне, что с военнопленными Российской Федерации относятся очень хорошо. У нас в бараке живет 350 человек. Тесновато, но нормально. Отношения к нам нормальные. Кормят три раза в день. Я говорю честно, мне незачем преувеличивать все. Нас кормят, да. Все, что нужно, в принципе, нам дают. И мы точно так же относились с пленными, которые попали к нам в Мариуполь. Никто никого не обижал. Гарантирую, я же говорю, если вы видео записываете, вы можете, я могу сказать публично имя человека, даже знаю, с какого подразделения, он у нас был в плену. Я вам скажу, что с ним стало. В день, в тот день, можно себе это еще, пожалуйста? В тот день, когда мы должны были перебираться на заставь, но мы еще не знали этого. Наши взяли пленного. Это было примерно в 18.00 вечера. К нам привели его. Мы узнали, что он с Владивостока, десантник. Имя его Шах. Он... Дагестанец или кто-то, я не знаю. Ну, кто-то из славянской национальности. Привели его. Мы с ним сели. Ну, то есть никаких масок там, ни наручников, ничего. С ним начали сели и начали общаться. И вот мы с ним поговорили. Потом к нам приходит приказ, мы должны отходить на заставь. Вместе с ним еще находилось у нас 8 человек ДНР. И еще 2 человека с российской армии. Я не знаю их. Я с ними не общался. После того, как нам поступил приказ, мы собрались. Другие плены сидели в комнате. Мы сказали Шаху, что через 20 минут, как мы уйдем, вот тебе ключ, откроешь их. Вот вам еда. Откроешь, покушаете. Ваши придут и уже будете сами разбираться. Мы так и сделали. Мы ушли. И он сказал нам спасибо, и все. И это я вам говорю честно. Вот вы снимите видео с ним же, пока он расскажет, чтобы не было так, что мы плохие, а все остальные хорошие. О, прекратите. Ну, посмотрите Харькове. Давайте за мой город уже возьмемся и поговорим. Институт Каразина. Университет Каразина. Военный объект. Драмтеатр. Военный объект. Вот именно, что она упала просто в драмтеатр. А у нас не было такого оружия, чтобы туда даже можно было стрельнуть чем-то. Роддом. Военный объект. Можно все, что хочешь говорить. Я понимаю, что везде есть люди, которые будут говорить против нас, за нас. Вот именно, что вы представляете, что будет, если вы кого-то расстреляете. Скажете хоть одно видео доказательство чего-то, я не знаю. Тогда можно будет о чем-то говорить. А так, мы военные. Если принял такое командир решение сдаться, то мы, ну, как сдаться, выйти. Нет, мы вышли. А вышли в плен. Я в Донецке. У меня очень много друзей, которые по сегодняшний день там. Здравствуйте. Я опять здесь. Харьков. Харьков. Я не понимаю, зачем вы мне это говорите. Я все прекрасно понимаю. Я знаю, кто это сделал. Я вижу по Мариуполю. Я знаю, в Харькове. Все. Ну, у вас же... Я родился под горы. В поселке городского типа, под Харьковом. Село Шевченково. Которое сейчас проходит в оккупации. И у меня там дедушка. И дедушка рассказывает мне не самые лучшие истории. То, что там с 49-го года рождения. Я думаю, врать ему не за чем. Когда приходят и забирают все. Мне не стыдно. Послушайте, мне не стыдно за то, что я делал. Я военный. Наверное, там тоже это... Поняли все, что мы военные непреступники. С Российской Федерации. Наверное, так вот договорились. Я не знаю, кто там с кем договорился. Как? Наверное, так. Если бы нас действительно считали бы террористами. Или я не знаю кем. То, наверное, нам не дали бы шанс этого выйти. Правда? У вас есть... Не, я правда. Серьезно говорю. Если вы мне дадите книгу, я буду признателен вам. Без разницы, какую. Просто привезите книгу. Спасибо вам на этом огромном.